Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области МЧС объявила желтый уровень опасности. В ночь на 1 февраля синоптики обещают сильный туман, видимость составит менее 500 метров. К концу недели прогнозируют потепление и мокрый снег. Ситуация с расчисткой города от снега находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. В то же время глава Самары Елена Лапушкина обратилась к горожанам в соцсетях и призвала присылать адреса, где требуется срочная уборка снега. 1 февраля глава города вместе с представителями ответственных служб лично проконтролирует ход работ. Оставлять адреса, по которым есть замечания, можно под постом на странице Елены Лапушкиной ВКонтакте. Тем временем в Самаре в усиленном режиме проводят работы по вывозу снега. С начала сезона на специализированные площадки доставлено уже почти 220 тысяч тонн. Работы проводят во всех районах города. Самый массовый вывоз организуют ночью, чтобы днем не создавать помех движению транспорта. Помогают службам благоустройства и сотрудники ГИБДД. Подробнее в нашем сюжете. Январь в Самаре стал по-настоящему снежным месяцем. С начала 2024 года осадков выпало более чем в полтора раза выше месячной нормы. Но последние дни были почти бесснежными, поэтому службы благоустройства смогли сосредоточить основные силы на вывозе снега с улиц. Минувшей ночью, чтобы не создавать днем помех для движения транспорта как общественного, так и личного, задействовали 51 погрузчик и 109 самосвалов повышенной грузоподъемности. Каждая машина может увезти от 8 до 12 тонн снега. В целом за прошедшие дневную и ночную смены на всех территориях города трудились 3405 уборщиков, вывели 571 единицу техники. Только за первые двое суток текущей недели подрядчики вывезли почти 18 тысяч тонн снега, обеспечив самые значительные суточные показатели за этот сезон. Работы в городе совершают поэтапно. На некоторых улицах есть знаки, которые запрещают остановку и стоянку, например, в определенный будний день с полуночи до 7 утра. Это значит, что здесь именно в этот период и проводят полноочистку участка. Нередко комплексные уборки мешают припаркованные автомобили. Заставленные машины, они приводят к тому, что под ними образуется уже снег, слеживается, леденеет и отрывать уже корку льда от проезжей части и рыхлый снег – это разница большая. Комментация одна – это обращать внимание на требования дорожных знаков и не игнорировать их. Чтобы службы благоустройства могли качественно выполнять свою работу, им помогают сотрудники ГИБДД, прокуратуры и службы эвакуации. Они регулярно проводят инспекцию улиц, оценивают состояние, выявляют автомобили, которые оставлены вдоль дорог с нарушением правил дорожного движения. В этой связи мы и организовали проведение оперативного совещания с участием в Департаменте городского хозяйства, ОГИБДД, подрядных организаций, для того, чтобы как раз организовать эту работу, скоординировать нашу общую деятельность, так как цель у нас одна – это нормативное состояние уличной дорожной сети в зимнее время. Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары дополнительно проработал механизмы взаимодействия со всеми службами. После того, как служба эвакуации освобождает крайнюю правую полосу той или иной дороги от транспорта, припаркованного с нарушением, за дело беспрепятственно берутся подрядчики, обслуживающие уличнодорожную сеть. Таким образом, тяжелая техника и средства малой механизации не простаивают и могут расчищать дороги по всей ширине проезжей части. Самарские водители такой подход поддерживают, поскольку им хочется ездить по очищенным улицам и парковаться в разрешенные дни не в сугробах, а на аккуратной дороге. Знаки висят, закон должен соблюдаться, машины должны убираться, как в конце концов дорожным службам снег-то убирать. Неотложные меры, принимаемые для оперативной очистки улиц Самары, уже повлияли на результативность самых актуальных сезонных работ по содержанию территорий. Всего за прошедшую ночь было эвакуировано 20 машин, которые были оставлены с нарушением правил дорожного движения. На многих участках нарушителей не было. Широкое информирование также дает результаты. Напомним, в городе 91 участок, где запрещающие знаки действуют либо непрерывно, либо по четным и нечетным датам, либо по определенным дням недели в определенные часы. Весь зимний сезон уборка на уличной дорожной сети будет вестись согласно алгоритму взаимодействия профильных служб и правоохранительных органов. Андрей Горгулин, Константин Головин. События. Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Самарцы обращаются с просьбами о содействии в решении разных вопросов. Так, жители 174-го дома по Новосадовой попросили главу помочь организовать дополнительный проход к остановке общественного транспорта. Подробности в нашем сюжете. Наталья Лукманова живет в 174-м доме по улице Новосадовая напротив торгового центра. Рассказывает местным жителям, не хватает дополнительного выхода со двора на остановку общественного транспорта. Сейчас самый короткий путь пролегает через автомобильный проезд в арке. Тротуара в этом месте нет. Вот наша эстакада. Вот эти дома. 174, 176, 178 и 22-го просе, 182. Вот идет действующий тротуар вокруг. Вот проблемный участок. Глава промышленного района Данил Морозов рассказал, что во время встречи обсудил с жителями микрорайона схему организации безопасного движения. Нужно обустроить лестничный марш и тротуар рядом с выездом, минуя арку. Сейчас районные власти совместно с Министерством транспорта ищут оптимальные варианты решения проблемы. Есть два варианта. Либо здесь добавить такой тесточек небольшой, с выходом на уже существующий тротуар. Либо построить новую лесенку, сразу вот сюда напрямую. Вот мы сейчас с Иваном Ивановичем ведем переговоры, чтобы нам объединить усилия. И либо в таком варианте, либо в таком построить выход сюда, на существующий номер. Глава Самары Елена Лапушкина заявила, что совместно с Министерством транспорта необходимо тщательно продумать дальнейшую реализацию этого проекта. Еще одна проблема 174-го дома по Новосадовой – подтопление подвала. Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андреянов пояснил, Что по информации ресурсоснабжающей организации, утечка произошла на одну из труб диаметром 150 или 900 миллиметров. И 5 февраля ресурсоснабжающая организация планирует отключить воду, чтобы понять, какая труба дала течь. По поводу ХВС, Александр Вячеславович, надо максимально убыстрить не до 5-го числа, а пораньше, чтобы они отключали. Хотя бы в этом убедиться. Еще одной темой обсуждения стал вопрос об уборке снега с пешеходной зоны по улице 22-го портсъезда в районе школы «Эврика». Елена Лапушкина поручила профильному департаменту обеспечить очистку территории и дальнейший более пристальный контроль. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В Самаре продолжается реконструкция улицы 22-го портсъезда. Работы ведутся на участке от Московского шоссе до улицы Солнечной и разделены на два этапа. На первом этапе ведется реконструкция на участке длиной в 500 метров между Московским шоссе и Новосадовой. На втором – 196 метров от Новосадовой до Солнечной. Какие изменения ждут жители после окончания работ, узнала наша съемочная группа. Здесь, на улице 22-го портсъезда, строится важная развязка для дорожной инфраструктуры Самары. Сейчас на участке протяженностью 500 метров от Московского шоссе до улицы Новосадовой ведется обширный спектр работ, в том числе перекладка инженерных коммуникаций. Строится новая ливневая канализация, вырывается котлован. В него закладываются трубы и подключаются к колодцам. Эту водопроводную трубу будут прокладывать под землей при помощи горизонтального направленного бурения. Для этого при помощи бура делается канал нужного диаметра, затем в него втягивается труба. На нижнем участке от Солнечной улицы до Новосадовой подрядчик уже завершил основной фронт работ. На этапе от Новосадовой до Солнечной мы досрочно уложили все сети. Сейчас ждем погоду для того, чтобы устраивать земляное полотно, дорожную одежду и тротуары, бордюры. То есть всю красоту навозить. Строительные работы на объекте от Солнечной до Новосадовой улицы ведутся с сентября прошлого года. К концу мая здесь появится асфальтированная дорога. Срок выполнения всей реконструкции до конца февраля 2025 года. Мы строим объект колоссальной важности для города, поскольку он свяжет две огромных транспортных артерий, Новосадовое и Московское шоссе. Много пробок разгрузит эта дорога. Я думаю, что людям эта дорога будет полезна. В результате масштабной реконструкции транспортная развязка станет безопасной для водителей, автомобилей и пешеходов. Вместо заброшенных строений и грунтовой дороги по проекту появятся тротуары, остановки общественного транспорта, газоны и небольшие деревья. Проезжая часть будет шириной в четыре полосы, по две в каждую сторону. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров в рамках проекта «Мой дом» для председателей Советов многоквартирных домов. На встречах горожане могут задать интересующие вопросы, в том числе в сфере ЖКХ. Накануне семинар прошел в штабе общественной поддержки Самарской области. Подробности в нашем сюжете. Содействие активным жителям, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей Советов МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Октябрьского района Самары провели обучающий семинар в рамках проекта «Мой дом». Этот проект был создан в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Очередная встреча с жителями прошла в штабе общественной поддержки Самарской области. Обычно в таких семинарах участвуют представители ГЖИ, районных администраций, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Они отвечают на вопросы активных жителей. Наиболее актуальным вопросом является содержание и ремонт общего имущества квартирных домов, предоставление жилищно-коммунальных услуг, правильность начисления за жилищно-коммунальные услуги, оказание услуг, например, по вывозу мусора, содержание котельных площадок, ну и многие другие. Такие встречи позволяют горожанам узнавать об изменении законодательства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и новых инструментах решения возникающих вопросов. Семинары очень важны и очень интересны, потому что на них раскрывается актуальная информация, необходимая для жителей. Ну, например, техническое сопровождение газового оборудования, либо приложение «Дом» в госуслугах, где можно и показания счетчика подать, и заявку передать и оплатить. Специалисты отмечают, сейчас активно обновляется состав председателей советов многоквартирных домов. Очень много подключается молодежи. Это именно потому, что сейчас есть возможность общаться по вопросам ЖКХ через интернет, то есть через систему, которую нам на семинаре «Мой дом» представляют, рассказывают, ну и пытаемся их внедрять. В Самаре-регионе подобные встречи проводятся еженедельно. Также продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Его номер – 8 800 55 55 263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. В Самарской области начался чемпионат по зимнему офицерскому троеборью Приволжского округа Росгвардии. В нем принимают участие военнослужащие и сотрудники силового ведомства из всех регионов ПФО, территориальных управлений и воинских частей. В течение трех дней офицеры будут соревноваться в стрельбе из боевого оружия, плавания и лыжных гонках. В первый день в тире ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области прошли соревнования по стрельбе. Участникам чемпионата необходимо было выполнить несколько упражнений из пистолета Макарова – поразить мишень, находящуюся на расстоянии 25 метров. Заряжай! Огонь! Впереди у росгвардейцев соревнования по плаванию. Им нужно будет проплыть вольным стилем дистанции в 300, 200 и 100 метров, а также пробежать на лыжах 10 и 5 километров. Больше рассказывать о радостных событиях – такова цель конкурса социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Он объявлен в Самаре уже в 13-й раз. В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная его проведению. Информационный проект «Добрые новости» впервые был реализован в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости, инициатива Самарского региона была поддержана федеральными партнерами по всей стране. И проект приобрел статус федерального. На мой взгляд, самое главное, что в этом проекте принимают участие ребята, школьники, студенты, что в первую очередь этот проект нацелен на них. Потому что, участвуя в нашем проекте, они познают что-то новое. И не только в профессии, в будущем, может кто-то мечтает стать журналистом, а для кого-то это просто увлечение. Но проект «Добрые новости» это еще про жизнь. А это, наверное, самое главное. Заявки на конкурс могут подать федеральные, региональные и муниципальные медиа, студенческие и корпоративные СМИ, а также журналисты, блогеры, пиар-агентства, пресс-службы, общественные организации, активные пользователи сети. Для начинающих Акул-Пера проводится отдельный конкурс «Юнкор». Возраст участников от 11 лет. На конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. В этом году, в первую очередь, конечно, мы будем говорить о том, как важна семья для каждого из нас. Поэтому здесь, конечно, из 27 направлений, которые есть во всех конкурсах, это становится наиважнейшим, наиглавнейшим. Плюс мы подводим итоги, конечно, года педагога и наставника. Мы также оставляем важнейшую для нас тему – это поддержка наших ребят в зоне специальной военной операции. И мы, конечно, без понимания истории, исторических процессов, без понимания того, что сейчас происходит в нашей стране, и за что мы боремся, почему мы отстаиваем эту историческую правду, почему мы защищаем мирных жителей своих территорий. Конечно, это будет важно, и мы эти материалы будем ждать. В 2023 году было подано 720 заявок. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 14 номинациях. Для «Юнкор» количество номинаций сокращено до 10. Также пройдет конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. Начиная с 31 января организаторы ждут заявки по социальному плакату. Год от года в конкурсе «Добрые новости» растет количество участников, растет количество номинаций. И вот сегодня мы будем обсуждать введение дополнительных номинаций, потому что запрос на это мы чувствуем есть. Меняется жизнь в городе, меняются интересы молодежи. Очень много молодых ребят участвует в конкурсе. Много активных людей, которые делают много добрых дел, оформляют это в виде проектов и подают на конкурс. Прием заявок продлится до 26 апреля. Затем конкурсная комиссия приступит к отбору лучших работ. Итоги подведут в конце мая. Андрей Бессонов, Елена Чернявская, Константин Головин, События. Помогать своей семье, защищать братьев наших меньших, дружить с представителями всех национальностей. Все ценности Советского Союза отражали фарфоровые фигурки, которые дарились по особому случаю. Какие из них и сейчас ценятся, и как отличить настоящую фигурку от подделки, которых стало немало, в нашем сюжете. Фундаментальные ценности советской эпохи, отраженные в хрупких маленьких фигурках. В Советском Союзе фарфоровые статуэтки дарили по особым случаям. День рождения, юбилей, выход на пенсию. Поскольку стоили они немало. Порядка 7-10 рублей при зарплате бюджетника в 80 рублей. Вот у меня Никитка, например, о которой я уже говорил. То есть у него, я даже оставил, то есть у него надпись такая неименная, но она как бы с таким духом времени. То есть просто в день рождения, смотрите, 1959 год. Сейчас советские фарфоровые фигурки тоже в цене. На аукционе в среднем они стоят в районе 20-40 тысяч. Все зависит от редкости, рассказывает самарский коллекционер Александр Федорцов. Ему удалось собрать целую серию фигурок под названием «Счастливое детство». Называется «Пионерский галстук». Старшую только что приняли в «Пионеры». И она показывает и рассказывает своей собеседнице о том, что она теперь гордится тем, что она в «Пионерах», что у нее есть красный галстук. Советские фигурки из серии «Счастливое детство» несли в себе воспитательную нагрузку. Дети помогают взрослым, ухаживают за домашними животными. Да, вот юная помощница на заднем плане. Видите, вот девочка с тарелкой, да, вот она моет посуду. Рядом «Пионерка с голубями». Да, вот мальчик с полотенцем. Юный садовод с лейкой, да, утро так называемое. Большое внимание уделялось нравственной составляющей. Один из советских заводов наладил производство фигурок девочки, кормящей кур. Комиссия усмотрела в ней сомнительный момент. Здесь нужно обратить внимание вот на эту курицу, да, которая, если вот так вот я понимаю, будет видно. Она заглядет куда? Она заглядет под поддол девушки. Несколько лет такую фигуру выпускали. Потом вдруг, ну, наши худсоветы или наши художники вдруг подумали, а как-то курица-то неприличная, да, заглядывает под поддол. Кур переделали и обновленную фигурку выпускали еще много лет. Сейчас ее несложно купить. А вот та, что сняли с производства, ценится и стоит в два раза дороже. Коллекционеры ее называют «неправильные куры». Одной из важных ценностей Советского Союза была дружба народов. Во многих сервантах стояли фигурки негритят, эскимосов, узбеков, представителей разных рас и национальностей. Вот маленький, самая распространенная фигурка у всех была тоже в советское время. Это узбек с виноградом. Это кориенка с веером. Ну, также Советский Союз был известен своей дружбой народов, да, поэтому здесь можно встретить вот и негритенка с ананасом там стоит у нас, да, вот на верхней полке он у нас негр с чашей, еще была негритянка там из этой же серии, да, вот, «Якуты», посмотрите, пожалуйста, то есть то же самое. Артель Прогресс, Барановский фарфоровый завод, ГЖЕЛЬ, ЛФЗ, Городницкий и Дулевский фарфоровые заводы. Фигурки производились в каждой республике Советского Союза. Эта серия фигурок называется «Разговор». Их уникальность в том, что они сделаны из двух составных частей. Сплетница так активно общается со склочницей, что их юбки колышутся. Казалось бы, как в Советском Союзе могли увековечить столь спорные нравственные качества? Это завод, ЛЗФИ, Ленинградский завод фарфоровых изделий. Раньше он назывался экспериментальный завод фарфоровых изделий. И говорят о том, что туда отправляли те формы, там они выпускали те формы, которые нельзя было или не проходили редактуру на ЛФЗ. И здесь работал более молодежный коллектив. Фарфоровые фигурки, изделия хрупкие, легко бьются. Малейший скол, и они уже не представляют ценности для коллекционеров. А потому цены на оставшиеся растут. Растет и спрос. Этим пользуются нечистые на руку предприниматели. Начинающему коллекционеру подлог заметить сложно. По словам Александра, нужно сверяться с каталогами. Если в них фигурку отыскать не удастся, значит, такую в Советском Союзе не производили. Но даже если вы нашли фигурку в каталоге, это совсем не значит, что перед вами не новодел. Копию от оригинала можно отличить по штампам. На клейме художник тоже зашифрован. Если перевернуть фигурку, на пленте посмотреть, там есть информация. Это клеймо завода. Все, что мы можем прочитать. Это Дулео. Второй сорт фигурки. 1958 год. Отдел технического контроля проверил. 1953 у нас. И вот здесь еще какие-то циферки. Это клеймо художника. Ленинградский фарфоровый завод сейчас называется Императорский фарфоровый завод. Он сменил клеймо и продолжает производить фигурки. Но они коллекционерам не так интересны. Там нет ручной росписи, поэтому лица не проработаны. Другая фактура, а порой и тусклые краски. Виктория Шарая, Игорь Казановский. События. Уникальный проект. Титулованные артисты. Зрелищные номера. В Самаре пройдет премьера нового шоу «Пять континентов» заслуженного артиста России Геи Радзе и компании Росгосцирк. Участники проекта завоевали более 20 международных наград и объединились на одном манеже. Подробности закрытой пресс-конференции расскажет Ксения Баканова. Более 100 титулованных артистов. Масштабные декорации, эксклюзивные костюмы, авторская музыка и невероятные спецэффекты. Впервые Росгосцирк и заслуженный артист России Геи Радзе представляют новое грандиозное шоу мирового уровня «Пять континентов». Трюки силовых акробатов, жонглеров, наездников и, конечно, дрессированные животные. Верблюды, тигры, леопарды, пантеры и медведи. Отдельного внимания заслуживает номер с пятью канадскими бизонами. Это единственный аттракцион в России, который у нас есть. И в Самару еще нам привезли бизончика маленького. Ей 6 месяцев. Мы назвали ее Маркетан. И этот бизончик у меня будет ассоциироваться с этим прекрасным городом. Премьера шоу состоится уже в эту субботу, 3 февраля. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары сообщает о предоставлении единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно узнать в телеграм-канале ведомства, либо по телефону. 340 08 47. В зимнее время года очень важно уделять внимание очистке козырьков подъездов. От этого зависит не только эстетичный вид домов, но и безопасность жителей. Телеграм-канал железнодорожного района показал, как управляющие организации. ТСЖ и ЖСК следят за чистотой козырьков, своевременно удаляя снежные завалы и сосульки. Телеграм-канал Кировского района информирует жителей о работах на сетях водоснабжения. 1 февраля будет произведен демонтаж временной схемы трубопровода и переключение на постоянную схему подачи воды по проспекту Кирова. Для этого подача холодного водоснабжения будет ограничена с 9.00 до 16.00 по адресам. Проспект Кирова, 385А, 395, 399, улица Димитрово, 76, 78, 80, 69. Также на проспекте Металлургов проведут замену пожарного гидранта и задвижки. Холодная вода будет отсутствовать с 9.00 до 20.00 по адресам. Улица Мария Вейда, 2, проспект Металлургов, 77. В детской музыкальной хоровой школе номер 1 состоялся 16-й городской открытый фестиваль семейного музицирования «Папа, мама, я – музыкальная семья». В нем приняло участие рекордное количество творческих семей – 52 ансамбля. Фестиваль стал одним из первых значимых мероприятий в Самаре, посвященных Году семьи. Все участники концерта получили не только опыт, эмоции, но и сладкие подарки. Собрались за чайным столом у самовара, угощались душевно и по-семейному, сообщает городской департамент культуры и молодежной политики Самары. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте СамарГиз, в нашем телеграм-канале, на страницах в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok